Информационная программа новости 24 продолжит эфир телеканала ННТ в студии Хадижа Курбанова. Здравствуйте! Прямо сейчас о том, что ожидает вас сегодня в выпуске. Работа на селе за миллион рублей. По программе «Земский доктор» в отдаленные районы Дагестана уехало 220 врачей. Вековые традиции и мастерство народов республики. Фестиваль-форум «Искусство наследия» открылся в Махачкале. В Дагестане зафиксирован один из самых низких показателей смертности в России. Такие данные приводят Минздрав Республики. Смертность здесь в 2,5 раза ниже, чем по всей России. Чтобы дальше улучшать ситуацию, Минздрав разрабатывает программу модернизации медико-санитарной помощи. Регион реализует программу «Бережливая поликлиника», в рамках которой снижается очередь и формируются комфортные условия для пациентов и врачей. По всем основным классам причин смертности – кардиология, онкология, туберкулез и другие – разработаны индикаторы для раннего выявления заболеваний. В Дагестане стали больше строить. Об этом сообщает «Дагестанстат». За 10 месяцев текущего года объем строительства вырос на 6,6%. С января текущего года в республике введено около 700 тысяч квадратных метров жилья, что на 21% больше, чем за прошлый год. Больше половины из них – индивидуальные дома. Их построено в Дагестане – 429 тысяч квадратных метров. Мобильная связь в Дагестане стала менее доступной. Связано это с ростом средней стоимости минимального пакетного тарифа на 6%. Исследование было проведено информационно-аналитическим агентством Content Review. Теперь тариф, включающий в себя 1 гигабайт интернета и голосовые звонки, стоит в пределах до 270 рублей. Аналитиками рассматривались операторы связи МТС, Мегафон, Билайн и Теле2. Кроме жителей нашей республики, теперь чуть больший процент от своего дохода на сотовую связь в стране тратят жители Кабардино-Балкарской, Крачаевой-Черкесской, Чеченской республики и Ингушетии. 220 врачей поехали работать в село Дагестана. Переезд осуществился по программе «Земский доктор». Главной мотивацией в этом деле стали выплаты в размере 1 миллион рублей для врачей и 500 тысяч рублей для фельдшеров. На сегодня реализация программы в регионе успешно завершена. В Минздраве отмечают, что «Земский доктор» позволит значительно снизить дефицит медработников в отдаленных районах республики и поднять сельскую медицину на новый уровень. Неделя открытых дверей стартовала в ДГТУ. Университет проводит цикл мероприятий для будущих абитуриентов. Учебный процесс, разработки сотрудников, студенческий городок, обучающие тренинги и многое другое – это лишь малая часть, с чем они могут ознакомиться в течение этих семи дней. Сегодня школьники решают, куда им поступить и чем им дальше заниматься. И Дагестанский государственный технический университет предлагает для этого все возможные условия. Сегодня была организована выставка в фойе университета, где были представлены в том числе и факультеты, на которые могут поступить эта молодежь. Курировать ребят будут специалисты министерств, представители ведущих предприятий, директоры школы и успешные выпускники вуза. Продлится мероприятие до 23 декабря. Сегодняшнее мероприятие дает возможность детям, я как директор школы, я вижу, что дети еще не определились, они не знают, куда же мне пойти учиться. Подобные мероприятия дают возможность детям определиться с их будущим. Очень хочется, чтобы дети, в особенности в современном мире, где востребованы технические профессии, обратили большое внимание на технический университет. Это альбоматор, в котором можно получить колоссальные знания, уникальные возможности для развития. Ювелирные изделия хунзаксов, болхарская керамика и унцукульская насечка. Это и многое другое можно было увидеть на фестиваль-форуме искусства наследия. Свои навыки в народном ремесле продемонстрировали умельцы из разных уголков Дагестана. Они провели мастер-классы для зрителей, на которых познакомили их с азами творчества. Алина Багилова расскажет подробности. Традиции дагестанской национальной культуры копились веками, многообразии ремесел и направлений. Вековые умельцы смогли сохранить и передать свои промыслы своим последователям. Благодаря подобным выставкам сохраняется история, приумножая творческие способности и национальный дух времени. Этот форум объединяет людей, носителей культуры. Сегодня начался первый день, в котором показали себя люди, которые занимаются и по-настоящему являются носителями национальной культуры. Также концерт участников народных коллективов республики с разных районов и городов. И мастера. Одни из известных мастеров, которых знают в республике, которые занимаются не просто ремеслами, но они еще и очень много работают по развитию преемственности. Свои навыки продемонстрировали умельцы из разных уголков Дагестана. Они провели мастер-классы для зрителей. Искусство болхарской керамики. Онсукульская орнаментальная насечка металлом по дереву. Ювелирное изделие Хунзахского района. Традиционное плетение кумыгского платка Тастара. Промыслы презентует представитель каждого народа. Кроме прочего, на выставке можно увидеть изготовление кукол из глины. Первоначально я шила просто костюмы простым куклам, национальные костюмы. Меня их лица смущали, поэтому я решила образы наших дагестанских черты, характерные и более характерные куклы создать. Это тоже бабушка Бахо, а это ее сестра. Я из фотографии эти лица лепила. Знаменитая берега дагестанской культуры – кайтакская выживка с разнообразными орнаментами. Кайтакская вышивка уникальна, она служит оберегом. Каждый знак – это символы, знаки. Они обереги, они для дома вышиваются. Вышиваются для мужчин, которые дарятся всадники. У нас очень много, которые обучаются, уже более 350 человек, которых мы научили в нашем районе. Традиционные мотивы, вокальные танцевальные номера, красочные фольклорные костюмы – все это наполнило залом многообразием национальной культуры. Алина Багила, Мусас Волгиреев, телеканал ННТ Махачкала. Это были все новости к этому часу. Еще больше информации отслеживайте в наших социальных сетях. С вами была Хадижа Курбанова. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова